Здравствуйте! Это НашНовосибирск, программа о том, как сделать комфортной и здоровой жизни в своем доме во дворе и в городе. С вами Вячеслав Горчаков. Почему с магистральных дорог убирают парковки в пользу выделенных полос? Как можно преобразить целую улицу, капитально отремонтировав один дом? И какая польза от дворовых тренажеров? Обо всем этом и не только сегодня в программе. Парковочные карманы скоро уберут вдоль вокзальной магистрали улиц Титова и Станиславского. Вместо них в рамках ремонта этих дорог по нацпроекту обустроят выделенные полосы для общественного транспорта. Почему отдали приоритет автобусам и троллейбусам и как еще изменятся эти ключевые магистрали? Все подробности далее. На вокзальной магистрали ремонт стартовал на днях, но местами уже можно проехать по ровному полотну. Возле Новосибирска-Главного на дороге уложили выравнивающий слой асфальта. Есть он кое-где и на самой магистрали, однако на большей части лишь убрали старое покрытие. Здесь убирают старое покрытие, укладывают два новых слоя асфальта, затем сделают пластиковую разметку и приведут в порядок тротуары. Есть и более кардинальные изменения. Парковочные карманы ликвидируют на всем протяжении магистрали, вплоть до вокзала, по обеим сторонам. За исключением РЖД, у нас в РЖД остается то, что они сделали сами, это их участвует. И парковка перед проспектом Змитрово. Одна остается, остальные все ликвидируются, будет обустроена выделенная полоса для автобуса. Парковочные карманы уже начали убирать. Вместо ликвидированных сейчас смесь щебня и песка. По этой части дороги поедет общественный транспорт без пробок. В мэрии объясняют, несправедливо, если в одном заторе на равных стоят 10 автомобилистов и 50 пассажиров автобуса. Ремонтные работы, организационные работы будут проведены в пользу общественного транспорта. Я понимаю, наверное, кому-то это не понравится, кто-то почувствует неудобство. А где же оставлять автомобили, если мы захотим в магазин? Напоминаю, вот здесь, на привокзальной площади, организована большая муниципальная парковка. Показываю все наши расчеты, что именно такая организация, она положительно скажется на трафике движения и пробок станет меньше. Вокзальная магистраль – один из гостевых маршрутов. Ее ремонтируют по проекту. Затрат более чем на 120 миллионов рублей. Полностью завершить работы планируют к октябрю. Общественный транспорт скоро поедет быстрее и по левому берегу. На Титово и Станиславского меняют асфальт на проезжей части, делают тротуары, а заодно тоже убирают парковочные карманы. Здесь десятки важнейших автобусных и троллейбусных маршрутов. Если мы хотим, чтобы общественный транспорт заработал, чтобы он не стоял в пробках, здесь мы освобождаем магистрали для свободного проезда. Никакими светофорами, никаким режимом светофоров это не добьешься. Здесь надо освобождать. Именно об этом идет речь. Если, значит, у кого-то нет убежденности, надо убеждать, объяснять. Это один из показателей участия в БКД. В общей сложности приводят в порядок более двух километров магистрали. Стоимость – 200 с лишним миллионов рублей. Нововведение этого года – ремонт вот таких колец. На площади Станиславского сейчас меняют бордюр. Тут тоже будет новая проезжая часть, тротуары, пластиковая разметка. Дополнительные средства позволили увеличить программу дорожного ремонта в Новосибирске. К этим объектам приступили в июле. Некоторые только начнут делать после конкурсных процедур. На следующей неделе рабочие выйдут еще на 10 участков. Детский сад в микрорайоне «Просторный» обещают сдать к концу года. Строительство пока затягивается из-за корректировки документации. Проект трехлетней давности пришлось несколько изменить с учетом новых норм. Пока экспертиза не дала положительное заключение, но работы подрядчик не останавливает. Детсад должен принять 265 детей. Открытие второго дошкольного учреждения в быстро растущем микрорайоне жители ждут с нетерпением. Стоимость работ больше 300 миллионов рублей. В ожидании положительного заключения госглавэкспертизы, которое предоставят в сентябре, подрядчик строит детсад за свой счет. Тем не менее, работы не останавливают. Уже на этой неделе субподрядчик приступил к установке коммуникации. Эти важные работы нужно завершить до наступления холодов. В остальном у садика высокая степень готовности. На садике сейчас полностью возьмем каркас, практически полностью выполнена кровля. И процентов на 70-80 выполнены внутренние инженерные коммуникации. Ну, вот видите. И получается, сейчас нужно закончить отделочные работы и закончить, соответственно, ну, электрику, сантехнику, ну, все инженерные сети. По контракту срок окончания работ 1 декабря этого года. Подрядчик и мэрия обещают, что в начале зимы детский сад в любом случае сдадут в эксплуатацию. В Новосибирске появится новая зеленая зона. Неухоженный заросший пустырь вдоль ручья в микрорайоне Ща планирует облагородить и привести в порядок. Когда-то на берегах этого ручья стояла целая деревня Чербузы. Также называется и сама речушка. Многие местные жители этого не знают. Про клочок земли вдоль берегов, заросший травой и деревьями, говорят просто в овраге. О том, что его когда-нибудь благоустроят и не мечтали. Раньше город не мог заниматься благоустройством этой территории. Участок был в федеральной собственности. Но как только земля перешла под контроль мэрии, решили навести порядок. Речка станет своеобразной осью парка. Прогулочные маршруты соединят бульвар молодежи, улицу Арбузова и будущий сквер на Димакоба. Проект парка еще только планируют разработать, опираясь на мнение жителей. Есть уже и потенциальные инвесторы. Один из застройщиков заинтересован в том, чтобы благоустроить эту территорию. Наша задача, как это, принять все пожелания и с архитекторами, с дизайнерами отработать, также согласовать потом с жителями и потихонечку приступать к реализации данного проекта. Я очень надеюсь, что к весне следующего года у нас будет с вами утвержденный дизайн-проект, согласованный для того, чтобы мы, например, следующей весной уже могли начинать приступать к каким-то уже первым шагам. Жители Левого берега, которые привыкли делить отходы по категориям, теперь могут сдавать их на переработку прямо рядом с домом. Там появились мобильные пункты приема вторичного сырья. В Кировском районе ежедневно работают машины, которые принимают отсортированное сырье, причем за вознаграждение. Сдать можно пластик, макулатуру, картон, стеклянные бутылки и банки, в том числе битые, а также алюминиевые банки и посуду. Такие мобильные пункты есть практически на всех ключевых улицах Левого берега. Адреса вы сейчас видите на экране. Организацией раздельного сбора отходов занимается компания «Неотход», которая в дальнейшем передает их на переработку. Узнать подробнее о времени работы мобильных пунктов можно в инстаграм-аккаунте компании. Один из самых заметных домов в районе парка Кирова кардинально преобразился после капитального ремонта. Прежде зеленая сталинка с облупившейся штукатуркой и неуместными вентфасадами вдоль первого этажа теперь совсем другого цвета и выглядит гораздо аккуратнее. Мы прогулялись вокруг дома на Котовского 11 с его председателем и рассмотрели детали. Александр, я думаю, многие местные жители этого микрорайона заметили, что дом изменился до неузнаваемости. Но давайте напомним, как он выглядел раньше, до капитального ремонта фасада. Вы ввели фотохронику, снимали каждый шаг. Вот как выглядело все до капитального ремонта? Сейчас, сейчас покажу. То есть вот было, вот стало. Дом был зеленого цвета, был выцеплен вверх и с этой стороны были последствия как раз использования этого фасада в виде торговли. Кстати, он особенно раздражал, но, честно сказать, меня тоже, потому что я частенько здесь проходил. И как-то вентфасад серо-красный с зеленой сталинкой не особо сочетался. У вас были попытки убрать его до капитального ремонта? Или решили, пусть так будет, пока не отремонтируем дом? Я скажу так, что когда мы заехали, вот я в 2015 году, я заселился в этот дом. Наверное, в 2017 году, либо в 2018 году пришел магнит. И его фасад красный, он украсил. Додать должное, потому что если взять фотографии, которые были до, это было хуже. Когда стали ремонтировать фасад, им сделали предписание в город. Кстати, у них были случаи, когда собственники терпели фиаско. То есть они не могли согласовать, то есть магазин упирался и, дескать, не уберу никуда. Ну, затраты поставлены, все, то есть и суды проигрывали. У нас, наверное, что повезло, что у нас часть, вот это, получается, фасад, наверное, не был правильно согласован арендаторам, то есть когда заходили. Поэтому не было отколосовано, не было проведено протоколом, наверное, по этому магниту не было ни за что-то цепиться. Поэтому они пошли навстречу. Результат мы видим, то есть получается... Вывеска по дизайн-коду, все как правило. Натуральный, натуральный облик теперь сохранен. Ну и самые заметные изменения, это цвет фасада. Знаете, спрашивал у знакомых, неоднозначное отношение, почему так цвета, потому что многие привыкли, что улица Котовского зеленая. Почему такой цвет? Так получилось, что у нас по улице Котовского стали строить современные здания, а одно из зданий это Булгаков. То есть он имеет цвет фасада как раз желтовато-коричневый, еще ремарочка. Часть собственников, которые долго жили, которые входят в советдома, они принципиально сказали, любой цвет, ну цвет, хотим светлый цвет, но не зеленый, потому что за долгие годы зеленый просто приелся. Да, сказали все, поэтому давайте выберем другой цвет, и именно акцент сделали на светлые цвета, потому что улица Станиславского, она в первую очередь уже стала реконструироваться, и там были интересные примеры. И мы этот вариант проектировщикам предложили, они сказали, если вы согласуете все это дело с главным художником города, никаких проблем. А было сложно это согласование получить? Как это вообще происходит? Была одна встреча, по большому счету. То есть мы приехали с проектировщиками, приложили письмо, просим заменить фасад. Он говорит, я взял реестр оралов, посмотрел. Проектировщики получили формально добро, а по факту потом говорят, что если надо, необходимо, то в процессе подключиться и все. И после этого выбрали ряд фотографий, которые в совет сначала узким кругом посмотрели, потом донесли всем собственникам. Провели такое в чате голосование. Кто хотел, тот принял решение, в основном все были за. Ответ, если смотреть на этот дом и место его расположения, то он как бы находится в углу улицы. Он не в середину, он не выбивается из колеи. Получается, он является как углом двух улиц. И такие ворота своеобразные, да, на улице? И поэтому мы его сделали сродни нового комплекса по цвету. То есть он как бы так сочетается. Я думаю, дома плавно из капремонтов поменяют цвета, скорее всего. Ну, уточним, у вас дом хоть и старый, хоть и образец Сталинки, но это не памятник архитектуры. Не памятник архитектуры. Но, тем не менее, есть лепнина. Насколько сложно ее было восстанавливать? Кстати, поговорив с подрядчиком, получается, он сказал, что да, заказали слепок, выполнили его. И, кстати, я вот даже не заметил, как они быстро это все дело организовали. Еще нельзя не обратить внимание, что в провода спрятали под металл чисто под цвет фасада. Как так подобрали? Это тоже, кстати, надо дать должное подрядчику. Куча проводов, и мы тут бились проводами, но все равно для меня, честно, пока до последнего, пока они не закрывали коробами, я думал, как это будет выглядеть. Но, когда работа началась, когда они стали закрывать провода, как раз в цвет фасада, потому что под цвет они заказывали заранее, но как раз уже они производят и колеруют они. Поэтому все получилось прям идеально. Причем закрывали провода и с изнаночной стороны, да, со стороны двора. Да. Сколько стоил ремонт фасада? Примерно. Так, ну, я думаю, не меньше, наверное, 20 миллионов. И, насколько я понимаю, это уже был такой последний очень жирный штрих, то есть у вас полностью отремонтирован дом или что-то осталось еще? Теперь у нас ремонт подъездов начинается, но это будет достаточно так серьезные капиталовложения, то есть поэтому мы стараемся откладывать. У нас есть тут доходы дома, поэтому осовременим и снаружи, и снутри. Ларисе 64 года. Уверяет, сегодня она себя чувствует куда лучше, чем 20 лет назад. Сохранять силы и молодость помогает спорт. По словам Ларисы, начать заниматься нетрудно. Главное – понимать, для чего это нужно, и тренировки будут только в удовольствии. Я думаю, что если ты хочешь быть стройным, молодым, бодрым, энергичным, здоровым, то это несложно совершенно. Часик позаниматься на свежем воздухе. Сегодня Лариса вместе со своей группой и активистками ТОС Шевченковский занимается на уличных тренажерах. Такие есть во многих дворах Новосибирска. По словам специалистов, эти снаряды действительно полезны, если использовать их регулярно хотя бы по 20 минут. Я думаю, что возраст здесь в принципе не ограничен, потому что в любом возрасте мышцы должны быть крепкие, потому что они связывают наш аппарат, костный я имею в виду. Но самое, что интересное, мышцы здесь работают, ну это мышцы, во-первых, ног, те же икроножные, это забедренные мышцы, да. Это работают мышцы спины, это широчайшие, рыбовидные, трапециевидные, клопозвоночные мышцы. То есть укрепление мышечного корсета, в принципе, происходит в полном объеме. Разобраться, как работать на том или ином тренажёре, просто. Инструктор не нужен. С помощью таких снарядов укрепить можно все группы мышц. Вот маятник. Ну это как самолёт. Может, в детстве я мечтала, что я буду высоко в небе. И поэтому, ну вообще, энергия сразу, понимаете, от земли и сверху. Это позвоночник, руки и вот координация. Нагрузка на мышцы здесь не такая большая, как на профессиональных тренажёрах. Атлетам вряд ли подойдёт. Для физкультуры – в самый раз. Но перед каждым занятием всё равно нужно хорошенько размяться. Благодаря этому тренажёру укрепляется мышечный корсет, то есть мышцы шеи, спины, поясницы и даже рук. Благодаря этому снимается лишняя нагрузка с позвоночника. Спортивные залы – это да. Но вот люди, которые по старшему возрасту, другая раз выхожу утром, они занимаются. Чтобы не ходить далеко, всё равно нам лишний раз уже возраст свой оберёт. Тренер рекомендует заниматься на таких тренажёрах в удобной, лёгкой и свободной одежде. На снарядах можно работать и зимой. Главное, чтобы с них вовремя счищали снег. И это всё на сегодня. Предлагайте свои темы, выпуски, программы. Смотрите также на наших официальных интернет-каналах и слушайте на радио «Городская волна». Всего вам доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова